Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве, УДАЛ-21 преследует аномарку темного цвета. Без госномеров. Здравствуйте, Ферри ДПС, студия Анастасия Бойко. Смотрите сегодня в выпуске. Новосибирск. Начинаем программу со сводки дорожно-транспортных происшествий. Все аварии, о которых мы рассказываем в программе, произошли на территории Новосибирска и Новосибирской области. Восьмилетняя девочка погибла из-за безответственности родителей. Дама, не имеющая при себе водительского удостоверения, села за руль Шкоды. В пути не справилась с управлением. Легковушка сначала врезалась в сугроб, а затем перевернулась. Женщина получила незначительные травмы. У девятилетней пассажирки несколько ушибов. А вот восьмилетняя девочка получила открытую травму головы, многочисленные переломы, ушибы и разрывы внутренних органов. Ребенок скончался спустя несколько часов после аварии. В аналогичном ДТП на этом же участке погиб и водитель Аккорда. Его машину на высокой скорости занесло, она въехала в разделительный бордюр. Пассажир Хонды госпитализирована, а владельцу авто медики помочь не смогли. Госпитализация в НИИТО потребовалась пострадавших ДТП на связистов. Владелец Шевроле проигнорировал правила и не пропустил пешехода в зоне зебры. Под колеса авто попала женщина, у нее множественные переломы и ушибы. Дама за рулем Тойоты Камри направлялась в сторону Федосеева. В пути не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в ладу. После удара иномарку отбросила на свою полосу, где она въехала в Ниссан. Водитель ленд-крузера, который направлялся в сторону Федосеева, не ожидал таких событий и попытался уйти от столкновения, но машина врезалась в попутный КамАЗ, а затем в Мазду Демио, которая в свою очередь тоже оказалась на встречке и протаранила Киарио. Владельцы Мазды и ленд-крузера получили ушибы и переломы. Автомобилист на Камре не убедился, что поблизости нет пешеходов, поэтому не остановил автомобиль перед Зеброй. Под колеса авто попала женщина. Серьезная помощь медиков ей не потребовалась. Владелец Короллы не пропустил на повороте Газель, у которой было преимущество движения. Легковушка врезалась в грузовичок, который от удара прокинулся. Пострадала пассажирка Тойоты. Неизвестный автомобилист на неустановленном авто ехал по широкой. Машина сбила женщину, которая шла по обочине в попутном направлении. Инициатор ДТП сразу же после наезда с места аварии скрылся. У пострадавшей перелом голени, а водителю грозит лишение прав. Шофер проигнорировал требования знаков, когда автобус проехал на запрещающий сигнал светофора. Под колеса Лиаза попал пешеход. Он госпитализирован с сотрясением головного мозга. Автомобилист, уже лишенный водительских прав, сел за руль Тойоты Камри и направился в сторону телевизионной. На светофоре мужчина не успел вовремя затормозить. Легковушка врезалась в попутный Хюндай. А после удара Тойота продолжила движение и въехала в дорожный знак, а Хюндай отбросила на железное ограждение. Оба водителя и пассажа Тойоты получили небольшие травмы. Серьезная помощь медиков никому из них не потребовалась. Пять рыбаков чуть было не замерзли на водоеме в Бердске. В машине внезапно кончилось топливо. Пришлось вызывать спасателей. Инцидент зафиксировали в минувшие выходные. В службу спасения позвонил один из пострадавших. Мужчина рассказал, автомобиль стоял на постоянном прогреве. Количество бензина не рассчитали, а самостоятельно добраться до суши мужчины уже не смогли. Было темно и холодно. Если бы не оперативно подъехавшие на спецтехнике спасатели, рыбаки могли бы получить переохлаждение. Посередине тротуара в Новосибирске появился дорожный знак. Конструкцию скопали в землю в центре пешеходной зоны на пересечении Кропоткина и Красного проспекта. На этом информационном щите изображен автобус. Так обычно обозначают остановку общественного транспорта. Жители мегаполиса начали выражать недовольство в социальных сетях. На вопрос о том, почему знак нельзя было установить у края проезжей части, придется ответить мэрии. Именно она является собственником большинства дорог в Новосибирске. Журналисты программы ДПС отправили официальный запрос в ведомство. Из-за потепления возможен сход снега с крыш. Уже пострадали несколько автомобилей. Голбовые окна разбиты, а крыши получили серьезные деформации. Не оставляйте машины под козыреками домов и подъездов. Автогражданка не рассчитана на компенсацию затрат на ремонт в таких случаях. Получить выплату можно только при страховании автомобиля по каске. В продолжение темы. По ночам в Новосибирске может быть сильная гололедица. Инспекторы ДПС рекомендуют водителям соблюдать особую осторожность в темное время суток. Ведь если превысить скорость, тормозной путь станет больше, да и видимость ограничится. Цвет фонарей будет отражаться в тонкой корке льда на проезжей части. Не исключено, что число аварий в ближайшие 4 ночи вырастет. Очередная волна похолоданий придет в регион только в пятницу 22 февраля. Превышение скорости проезд на запрещающий сигнал светофора и неправильная парковка. Эти нарушения самые распространенные среди новосибирских водителей в прошлом году. За них автомобилисты заплатили больше 1 миллиона рублей штрафов. Без прав остались 11 тысяч водителей. В основном из-за управления авто под шофе. Также за 2018 год протоколы получили 74 тысячи человек, которые переходили дорогу вне зоны зебры. 20% из них оказались в больнице с травмами. В продолжении программы рубрика «Две беды». В ней кадры столкновений, которые сделали либо очевидцы аварии, либо же их участники. Все ролики находятся в свободном доступе в интернете. Продолжение следует... 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 Конструкция удерживает человека на его половине, причем не ремнями безопасности. В кровати автомобильные механизмы. Технологию назвали лейнкиппинг. Суть в том, что она оснащена системой помощи при удержании на полосе, как в машинах. Когда один из супругов попадает на спальное место другого, кровать немного наклоняется, включается конвейерная лента и возвращает эгоиста на удобное расстояние. Авторы идеи уверены, технология позволит сохранить тысячи браков. На этом выпуск завершен. Если вы стали свидетелем аварии, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту, адрес которой указан внизу экрана. Для вас работала Анастасия Бойко. До встречи в ДПС на УТС. И помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова